Ну что ж, уважаемые, доброго времени суток. Итак, сегодня я хочу вам рассказать о такой веселой, замечательной программке, которая называется, кажется, Free Track Noir. Она создана для всякого рода симуляторов и является аналогом всем известного трек-ира, который, собственно, отслеживает положение головы с помощью веб-камеры и передает это в любой симулятор, игру и так далее. Можно вертеть головой и, соответственно, картинка в игре тоже будет крутиться и вертеться. Чем замечательна эта программка? Она не требует никаких особых дополнительных средств, диодов на голове и прочего. Она отслеживает просто положение головы и передает это в симулятор. В данном случае мы сегодня рассмотрим, как это все дело поставить и настроить в симуляторе от Laminar Research Explain 10, версии 10.35. Итак, для начала вам нужно, соответственно, скачать этот замечательный продукт. Для этого мы идем аккуратненьким образом на сайт, который называется facetracknoir.sourceforge.net Ну и дальше. Можно легко найти раздел Downloads. Скачиваем самый последний доступный установщик версии 1.7.0. Вот он у меня уже скачен. После этого дела мы сворачиваем, переходим в папочку, куда все это скачали, открываем архивчик и, соответственно, видим здесь, у вас будет один экзешник. Файлик explain.ini он скачен с другого ресурса и вам его нужно будет поискать в интернете. В принципе, ссылку на этот файлик, на этот форум, где файлик этот выложен, я дам. Нашим подписчикам ВКонтакте, в нашей группе, этот файлик предоставляется бесплатно, легко и просто, достаточно его скачать и в меню. Итак, соответственно, запускаем установщик. Здесь делаем нехитрое, нажимаем Next, 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 Yes, Yes, тут ничего не трогаем, оставляем Install All Objects, нажимаем Next, FaceTrack Nowhere, ну и обычный процесс установки. Все дело устанавливается, настраивается. Наше дело остается только ждать. Далее он предлагает поставить виртуальный джойстик VJ, я думаю, тоже можно поставить, лишнего не будет, соглашаемся, finish, finish, все, собственно, все установлено. Теперь, для того, чтобы это заработало все дело в X-Plane, нужен, соответственно, вот этот вот конфигурационный файл, в данном случае X-Plane Any. Его мы кидаем в папочку, куда установилась программка. Она установилась в C, Program Files, Abecure Queue Incorporated, боже мой, FaceTrack Nowhere, и, кажется, Settings, да. Соответственно, сюда мы бросаем этот файл. Ну, у меня здесь создан уже файл с моими настройками, так что все должно, в идее, и так заработать. Отличие вот этого файла от этого, оно небольшое, в X-Plane, нижнее подчеркивание, я просто подправил всякие разные, как они называются, кривые в настройках программы, чтобы более-менее все происходило плавно и понятно. Итак, нам что нужно? Нам нужно запустить от имени администратора, единственный, один из двух, этот, ну, EXE-шник, который с такой красочной иконкой. Вот у нас появился, соответственно, интерфейс программы. Здесь со старта трогать, ну, вообще ничего практически не надо. Здесь мы выбираем доступные файлы, я выбираю X-Plane, и не ВК. Программа запустилась. И теперь мы нажимаем на ярлычок X-Plane, тем самым запускаем симулятор. Вот у нас стартует симулятор. Пока он у нас загружается, скажу, что мануал я записываю на видеоинструкцию, практически сразу после установки и настройки этого софта. Так что, если что-то я упустил, вы там найдете вдруг какие-то плюшки, фишки и так далее, клево, поделитесь потом со мной. Вот я просто расскажу, как это все дело поставить и настроить. Ну, загрузимся, допустим, на какой-нибудь полосе или на стоянке в аэропорту Самары. Возьмем самолет Boeing 737-200 и погода нам пускай будет безоблачная. Сейчас это дело все загрузится и мы с вами попробуем это все дело запустить так, чтобы это все заработало. X-Plane долго грузится, там всякие разные дополнительные фишки у меня установлены. Всем тем, кому нравится симулятор X-Plane, добро пожаловать в нашу группу. У нас куча настроек, куча мануалов, добродушный, веселый коллектив. Группа образовалась относительно недавно, но уже имеет свой уникальный контент. Какая прелесть. За это я X-Plane просто обожаю. Это я... Ребятки, вы можете видеть, как меня поглотил Boeing 747. Но мы это все дело сейчас быстро уберем, потому что нам этого добра не надо. Итак, у нас, пожалуйста, 737-200. С мышки все работает, все красиво, все здорово. Как же заставить работать этот прекрасный софт? Для начала вам нужна, естественно, веб-камера. Без веб-камеры, честно скажу, можете выключать этот видеомануал и летать так же, как вы летали раньше. Без этой программки. Ну, а тем, у кого все-таки есть веб-камера и кто хочет попробовать, настраиваем веб-камеру, то есть, чтобы она смотрела прямо на вас. И делаем следующую штуку. Идем в настройки. Joystick and Equipment. Вкладочка Equipment. И здесь ставим галочку, что у вас есть трек-ир. То есть, вот так вот просто у вас есть трек-ир. Хотя у вас его нет, но ставим галку. Нажимаем крестик. Ничего не произошло. Осталось запустить вот эту программку. Сейчас я ее запускаю нажатием кнопки Start. Оп. Все. Сейчас появится мое лицо. Вот он я. Передаю физкульт. Пламенный привет. И, как видите, что-то зашевелилось. В кокпите народ смотрит и не понимает. А как так? Все двигается. Все работает. Все действительно работает. Первонаперво нужно перейти во вкладочку Short Kiss. И настроить вот этот пункт. Центр. У меня стоит Shift и кнопка A на клавиатуре. Для чего это надо? Это нужно, значит, как вы настроили здесь все. Нажали ОК. Это все дело можете сворачивать. Теперь вы устраиваетесь поудобнее перед веб-камерой. Сели. Допустим, вот так вот вам удобно. Камера смотрит куда-то никуда. Неправильно. Вы нажимаете ту комбинацию клавиш, которую вы настроили. Это Shift A у меня, да? По-моему, Shift A. Оп. И камера становится в стандартное центральное положение. То есть это как бы центр. И вот от этого положения головы, как вам удобно, вы будете, собственно, уже плясать. То есть я поворачиваю голову влево, камера уходит влево. Я поворачиваю голову вправо, камера уходит вправо. Наверх оно. Идет наверх. Ну вот я, конечно, Shift A поторопился, сбился настройки немножко. Но это ладно. Ну вот. Все. Видите, работает плавность хода. Она настраивается как раз теми крылыми, о которых я говорил. Сейчас я покажу, где они находятся. И тут уже экспериментальным путем, ребята, вы сами настроите себе это все дело. Как это все по плавности, по резкости правильно будет. То есть можно голову, грубо говоря, чуть приподняться в кресле, голову вниз. И так вот приблизиться и посмотреть, что у нас там. По нулям все. Все круто, все здорово, все замечательно. Итак, дамы и господа, все работает. Настройка проста, как апельсин. Теперь по поводу кривых. Идем вот в этот пункт, Curves, кривые. И здесь настраиваем кривые так, как вам хочется, как вам удобно. Ну, приведу пример. Например, я перестрою ось Х, судя по всему. Это как раз резкость поворота. То есть я голову на самом деле вращаю еле-еле, плавно, а камера в симуляторе вертится достаточно быстро. Если я переведу сюда, я голову вращаю плавно и камера тоже вращается плавно. Ну, то есть алгоритм ясен, соответственно. Это у нас ось Х. Это вот эта штука у нас отвечает за поднятие головы вверх. Пичдаун это поднятие, опускание головы вниз. Ну, а ролл я не настраивал, даже не знаю, что это такое. Потом, может быть, разберусь. А здесь Transitions, судя по переводу, это переходы. А переходы тоже надо понять, что и как. Наверное, резкость, дальность и так далее. То есть если мы возьмем вот так вот, перетянем, то, видите, меня куда-то вообще вынесло за пределы самолета. Ну, дело такое. Дело все это настраивается. Вот, собственно, такая веселая программка сегодня попалась мне для создания такого видеомануала. Если что непонятно, не обессудьте. Сам первый раз, буквально полчаса назад попробовал. И, в принципе, доволен. Не буду сохранять. Это все мы сворачиваем. Все. Всем спасибо огромное. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте подписываться к нам в группу ВКонтакте. У нас действительно очень добродушный, дружелюбный коллектив. И очень много всяких веселых плюшек именно для X-Plane. Все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok